В Джулинском каньоне, кроме урочища Червоного, с руинами замка и водопада, есть еще одно очень красивое и романтичное место. Это урочище Пустельния. Славится оно своими источниками, которые здесь выходят на поверхность, образуя один из самых красивых водопадов – Игротом Отшельника. Добраться до урочища Пустельня можно разными путями. Один пешеходный маршрут начинается от Джулинского водопада и занимает около часа неспешного пути по пологой дороге. Другой – от села Устечка. Немного дольше, чем первый маршрут, но также неутомительный. Дорога приводит на Большую Поляну. Сразу обращают внимание три фигуры Богоматери, установленные над источником Святой Анны. Его целебные воды освежают и восстанавливают силы путников. Благодарные туристы-паломники оставляют незатейливое подношение у статуи Богородицы. Рядом вытекает ручеек, питающий лесное озеро. Из источника вода стекает по травертиновой скале, которую сама же и образовала своими карбонатными отложениями. В травертиновой скале сформировалась довольно большая пещера с навесом и штучным гротом – гротом отшельника. После обвала размеры пещеры значительно сократились, и теперь можно видеть только небольшую ее часть. С южной стороны скалы сухой грот вручную расширен до размеров комнаты. Напротив входа в сне сделана ниша для иконы. В нише выбита дата – 1934 год. Когда и кем создан грот отшельника, точно неизвестно. По одним данным, в конце XIX века. По другим, до Второй мировой войны, в гроте жил монах-отшельник. Он занимался резьбой по камню и оставил в память о себе статую молящегося святого Ануфрия. Из окна грота открывается вид на один из самых романтичных водопадов. Ручеек со скалы падает струйно-капельным водопадом. Он не такой мощный, как Жиринский, и поражает не брухотом потоков воды, а нежным журчанием струй и отдельных капель. Ведь не зря ему дали название – «Девичьи слезы». «Опирает» 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 По склону скалы тянутся травертиновые отложения с водолюбивой растительностью. Под водопадом наросли травертиновые сталактиты и сталагмиты, покрытые мхом и водорослями. Вокруг этого места образовался особый микроклимат с редкими растениями. Продолжение следует... Если не побояться принять холодный душ и не упасть на скользких камнях, то можно забраться под водопад. И тогда вы становитесь зрителем из необыкновенного и отчасти волшебного зала. В углублениях изумрудных стен пауки соткали плотную паутину. Скала, обрушая мху, напоминает длинную густую бороду. По ней стекает самая полноводная струя. Занавес из тонких струек девичьих слез создает картину, будто бы написанную художником-имперсионистом. Пейзаж становится неосезаемым, нереальным. И можно бесконечно долго любоваться этой красотой. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал.